МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире ток-шоу Владимира Соловьева К барьеру! Есть партия в нашей стране под названием Единая Россия, они претендуют быть правящей партией, но пока то, что они делали или собираются делать, не внушают у нас доверия, тем более в связи с формированием нового правительства. Поэтому мы готовы сразиться с этой партией и приглашаем ее к барьеру. Гражданин Исаев к барьеру! Я принимаю вызов Владимира Жириновского. Наша партия берет на себя всю полноту ответственности за положение дел в стране. Это означает конец эпохи политического цирка и политического торга. Начало реальной работы. На площадку вызывается Владимир Жириновский! За лавиной слов и вулканом эмоций Владимира Жириновского всегда кроется тонкий расчет и выверенная тактика. В знании правил политической игры ему нет равных. На площадку вызывается Андрей Исаев! Член Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Исаев в молодости был одним из лидеров анархосиндикалистов. От анархизма отказался, а синдикалистам остался. Господа Владимир Соловьев! АПЛОДИСМЕНТЫ Насколько я знаю, вы давно испытываете друг другу глубокие и искренние чувства. Похвально, что решили по-мужски выяснить отношения прямо здесь. Сходитесь. Позвольте представить наших судей. Не вникая в суть вашей дискуссии, будучи профессионалами своего дела, они постараются оценить ваши артистические и ораторские способности. Александр Осмолов, психолог. Татьяна Устинова, писатель. Елена Макашова, художник по костюмам. Павел Каплевич, дизайнер. АПЛОДИСМЕНТЫ Как вы знаете, на настоящей дуэли можно апеллировать к суду чести. В нашей программе его заменяет телезрительское голосование. Они будут высказывать свое отношение к одному из вас по телефону, и кого они выберут победителя, мы узнаем в самом конце передачи. Если вы голосуете за Владимира Жириновского, звоните 995-8101. Если за Андрея Исаева, 995-8101. Схватка первая. Вам бросили перчатку, вы ее подняли, вам право первого вопроса. Владимир Фольфович, ваша фракция в Государственной Думе строится по принципу Урфин Джуз и его деревянные солдаты. Кроме вас и Митрофанова, никого страна не знает. Если завтра вам поручили бы создать правительство, назовите 5-6 фамилий из вашей фракции. Кого вы могли бы привлечь в состав этого правительства? Значит, сразу прошу иностранных слов не употреблять. Это не иностранные слова, это сказка, написанная русским писателем. Государственный язык русский. У нас много писателей звали к революции, много писателей сели в тюрьму. Этот писатель не звал к революции? Ну вот, значит, в тюрьме сидел. Нет. В сумасшедшем доме. Нет. Это детский писатель. Детские писатели нам очень много сказок написали. Про Ивана Царевича, а вместо этого бомжи у нас. Про Василису Прекрасную, а вместо этого у нас панель, про седутки стоят на улицах. Про доброго царя, который может всех накормить, напоить. И пока у нас пост с 17-го года. Владимир Владимирович, 5-6 фамилий из вашей фракции. Все 36 фамилий. Отлично. А тут все национально известные люди. А что же национально известные, у нас только бандиты. Ничего подобного. Олигархи. У нас национально известные огромные количество людей. В том, что занимаешься политикой. Называйте из вашей. Жуков известен. Грызлов известен. Чем известен? Владимир Владимирович. Володин известен. Кто знает Володин? Жуков известен. Чем знаете Жуков? Эти люди, которые знали страна, формировали бюджет, который выводит нашу страну из кризиса. Когда вы вела? Пока за истевший год, когда ваш Жуков формировал бюджет, у нас ушло из жизни 2 миллиона человек. 10 лет. И 10% увеличилась преступность. 10 лет вы и коммунисты составляли большинство Государственной Думы. Вы таких дров наломали. В такой тупик загнали. Вместе с Союзом Правых Сил, который составлял большинство в исполнительной власти. А от нас требуется, чтобы мы за 3-4 года все это исправили. Мы начали исправлять. И мы начали улучшать ситуацию. Мы от вас же чего не требуем. Откуда вы появились? Вам дал народ наш большинство голосов с 1 декабря сколько процентов? 37,70 процентов. Это относительное большинство. И это фальшивое большинство. Это больше, чем треть. Это фальшивая треть. И большинство победило наших депутатов в одномандатных округах. И вы прекрасно это знаете. Вот прекрасно знаю. А ваша маргинальная партия существует 14 лет и ни разу не собрала большинства. Правильно. Потому что, как цирк. А что вы говорите? Как эстрадник. В декабре. Вы популярны. И пользуетесь популярностью. А реально ее решить не можете. Вы можете помолчать? Я скажу, потом вы. Потом вы помолчите. Нет, нет. Это не нравится. Ведь он почему забивает? Он же стоит, у него коленки дрожат. Он стоит бледный и скоро заплачет. Это самоцитирование. Конкретно. Впервые в жизни вижу Жириновского, который просит порядка, чтобы его не перебивали. Из трехсот депутатов Единой России 290 были членами КПС. Это не так. Это не так. Были в отечестве вся Россия. Были в отечестве единства. Отечество, вся Россия и единство объединились и создали Единую Россию. А сперва вы раздавали. Это к вопросу, откуда мы возникли. Чего вы помирились? Вы, кстати, призывали нас помириться. Вы помирятые враги. Вы, кстати, призывали нас помириться. И вдруг вы через год объединяетесь. Потому что для нас интересы страны важнее наших личных амбиций. Интересы вашего кошелька для вас важнее. Потому что интересы страны важнее для нас личных амбиций. Потому что мы готовы переступить через себя. Мы готовы помириться, переступить через свои амбиции. Для того, чтобы решить задачу. Мы помирились и мы решили задачу. Мы получили большинство. Помиритесь с Ельцином, который вооруженным путем незаконно захватил власть в стране в декабре 91-го года. Вот откуда ваша власть. А вы поддержали. А вы поддержали, вы призвали проголосовать за конституцию на референдуме. Конституция нужна. Вы призвали поддержать, вы фактически поддержали это решение. Незаконно остановил. Наш президент Путин. Какой сейчас год? Сейчас уже 2004 год. Но эта партия начала свое движение оттуда. 2004. Вы за какого кандидата премьер-министра сейчас собираетесь голосовать? Вот они нам предложили стране. Вот они говорят, что у них отличные специалисты. Понимаю, фамилию можно услышать? Но они нам предложили Фродкова. Он какое отношение к вам имеет? Он сидел в Брюсселе, отдыхал, пил чай. И вы всей стране объявляете. Вот наш премьер-министр. Можно вернуться к дню сегодняшнего? А то вы сейчас 91-го, скачетесь на 17-й, потом не понравится Екатерина 2-я, а потом Россия для русских, Москва для москвичей. Вы действите как большевики. Пусть все горит, пусть все выходят на панель, но вы должны съесть в Государственной Думе. Ваш человек в Кремле, ваш человек в Белом Доме. Вот в чем дело. И ваш вопрос... Вы ничего, ничем не отличаете от КПСС. И вопрос, почему вы нам предлагаете сегодня на должность российского правительства в самый тяжелый период нашего государства чиновника Фродкова? Чем он отличается от моих чиновников, что вы считаете, что он должен управлять сегодня правительством России? Почему он? Фродков избран нами по рекомендации президента. Вы знаете, что состоялись консультации между Единой Россией и президентом, и мы остановились на этой кандидатуре по одной простой причине. Потому что Фродков это хороший управленец. Это человек, который прошел хорошую школу. Нам предстоит серьезнейшая реформа административной системы. Поэтому нужен человек, который будет управленцем. Мы его усилим. Вы знаете, что первым заместителем к нему идет Александр Жуков, представитель нашей партии. То есть Жуков это комиссар? Жуков это представитель нашей партии. А это Фурманов. Значит, объясняем. Можно и так считать? Хочу тут же ответить. Можно ответить? Вот в данном случае вы говорите, что это очень хороший чиновник. В чем же его положительные качества? Он только занимался внешней торговлей. Все. Налоговую полицию после его руководства вообще разогнали. Все, без болота они сидят там до сих пор. И он там сидел, будучи замом Березовского. Преступник находится в федеральном розыске. Вот и он был заместитель. И сидел в Брюсселе. Откуда же опыт управлять страной? Он был за Уралом? Он был на Кавказе? Он знает, как живут наши люди? Ничего же не знает. Он ездил и знает. Когда ездил? Он ездил. У него была задача внешней экономиста. За рубеж ездил. Он как руководитель федеральной службы налоговой полиции. 30 лет он находится за рубежом. 30 лет. С 73 года в Индию поехал и все время катается за рубеж. Хорошая зарплата и ничего делать не надо. Я считаю, что это тоже преимущество Фродкова. Он имеет возможность сравнить то, что происходит в нашей стране, с тем, что было за рубежом. Он знает опыт тех стран, которые уже столетия живут по рыночной экономике. Это уникальный, хороший специалист. У вас такого специалиста нет. У вас есть такой специалист? Есть. Предложить. Андрей, можно вопрос задать? Не надо. Можно короткий вопрос? Да. А вы когда познакомились с Фродковым? Я с Фродковым познакомился на заседании фракции. Он знает, какой он хороший. Но я отвечаю вам на ваш вопрос. Он все знает. Я отвечаю вам на ваш вопрос. Вы члены президиума нашей фракции знают Фродкова давно. Жуков, например, знаком с ним 20 лет. Совершенно верно. Я просто буду точнее. Грызлов знаком с Фродковым. Достаточно долго они работали вместе. Я доверяю лидерам своей партии. И я до того общения, которое при этом было у нас на фракции, для меня достаточно живо оценит человек. Он вам понравился? Он мне понравился, хотя я понимаю, что ему придется очень мощно работать в течение первых пары месяцев, для того, чтобы полностью войти в курс. А вам понравился на личном уровне Фродков? Нет, не понравился. А что же тогда у него пятерых просили в министерство? А потому что это задача партии доказать. Ведь он же сегодня Саев что говорит? Где ваши люди? Дайте нам возможность, и мы докажем, что наши лучшие. Ну покажите. Так давайте, давайте, покажите. Дайте посты курьеров в ваших министерствах. Курьеров дадите. Курьеров, да. И не дадите. Дайте будем видеть, как вы воруете. Мы рассмотрим вашу заявку. Будем видеть, как вы воруете, и вы курьера даже не дадите нам. Уборщицу не дадите, потому что она будет вечно документы ваши смотреть, липовые, вы будете подписывать лицензии авантюристам. Ваша уборщица будет нарушать Конституцию. Налоговая полиция возбудила миллионы уголовных дел при Фродкове. До суда дошли 40 человек, остальных отпустил он, добренький ваш Фродков. Отпустил жуликов. И вы говорите, отличный опыт. Опыт есть. У проститутки тоже отличный опыт. Она пропустила через себя тысячу человек. Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста. Понимаете, опыт бывает положительный и отрицательный. Понял. У большевиков опыт совершать мировую революцию. Нам это не надо. Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста. А сколько компаний работает в России? Тоже миллионы. Но сколько миллионов? Сколько конкретно миллионов юридических лиц? У нас всего 145 миллионов населения. Из них работоспособных гораздо меньше. Да. Вот сколько всего компаний? Потому что когда вы говорите, что миллион уголовных дел... Три миллиона было сколько. Владимир Вольфович, у нас не хватит предпринимателей, чтобы обслужить каждое уголовное дело. Если даже заводить на каждого по три. У нас самодеятельного населения 100 миллионов человек. И по каждому по статье. И каждый четвертый мужчина Российской Федерации уже прошел через тюремные застенки. Уже отсидел. Хорошо, значит, сработал налоговая полиция, если каждый четвертый отсидел. Мы это делаем. Вот об этом проблема. Понял. Нельзя этот режим... Замолкай. Этот режим продолжает дело большевиков. Нет, секундочку. Этот режим... Политический гермафродит ваш режим. Да. Да, мы не понимаем ни социализм, ни капитализм. Что вы делаете? Наш режим, мы строим нормальную... Ни лимералы, ни силовики. Мы строим нормальную рыночную экономику. А разве... Подождите. Мы патриоты своей страны. Но мы не шовинисты. И мы будем отстаивать национальные интересы нашей страны. Задаю вопрос. Задавайте. Наш народ просит рыночную экономику. Вы какую экономику хотите вести? Поблагодарите его, что он сказал прав. Вы какую экономику хотите вести? Миллионы погибнут из этой бандитской рыночной экономики. Какую экономику вы хотите вести? На первом этапе государственную matter. Государственную? Только. Вы ничем не отличаетесь от КПРФ? Нет. Нет. Нет, вы отличаетесь. И знаете, чем? Вы лжёте. Потому что вы говорите как КПРФ, а голосуете как Единая Россия. Так было на протяжении всей третьей Государственной Думы. Вашими голосами голосовался налоговый кодекс. Голосовался трудовой кодекс. Это законы, которые предполагают рыночную экономику. Вы за нее проголосовали, а сейчас здесь против нее выступаете. За земельный кодекс вы голосовали? И земельный кодекс, что это рынок, президент? Вы голосовали за оборот земель? Я лично не голосовал. Вы лично не ваша фракция голосовала. А почему вас за это из партии не исключили? Пока мы здесь стоим, чужие люди скупают наши земли. Чужие это не члены ЛДП? И скупали они все 10 лет, пока мы были в Государственной Думе. Только скупали незаконно. А мы ввели это в законный оборот. Мы не устранили, что ваше правительство легализация жуль. Мы нейтрализовали. Спасибо, Владимир Вольфович. Андрей, спасибо. Кстати, проституцию предлагали легализовать. Вы, фракции ЛДПР. И многим эта идея понравилась. Мне кажется, это очень занятное такое мероприятие. Да, нет. Потому что, правильно сказал Исаия, начальник, что это такая вообще эпоха политического церкви. Но Жириновский прямо и явный представитель, да, вот этой эпохи политического церкви. Я смотрю просто как шоу. Я совершенно даже не понимаю, что это политики разговаривают или кто. Но с другой стороны, это и хорошо, наверное, да? Как психолог я не мог остаться без шкалы и посмотрел через следующую шкалу, воображаемую почти харизматичность, логичность, эротичность, невротичность, циничность, афористичность, эгоцентричность. Если мы взглянем через шкалу, то по логичности сейчас сильно обходит Андрей. Но по афористичности, после фраз Чапаев и Фурмонов, у проститутки тоже свой опыт, или ваша партия политический гермафродит, эти фразы могут войти в историю. И с той и другой стороны, прозвучали интереснейшие вещи. И поэтому в данной ситуации, мне кажется, Таня, мы если скажем слово ничья, это слово отразит первый поединок. Суть вещей у вас же не делаешь. Да. Жириновский бесподобный актер, но бесподобный, сумасшедший актер. И логика его состоит в том, чтобы не отвечать на неприятные вопросы. Не отвечать. Это нужен необыкновенный талант. Но Айсаев, конечно, здесь, так сказать, в трудном положении. И все-таки не обладая такими актерскими качествами, все-таки смог отвечать. Но мне кажется, мне кажется, для человека нового такого, которого я никогда не видел в открытых выступлениях, как Айсаев, я считаю, что сегодняшнее крещение такое волшебное. Я бы ему отдал предпочтение, потому что есть перспектива огромная у такого рода человека. Я считаю, что Айсаев сегодня впереди. Жириновский Владимир Вольфович. Родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Шестой ребенок в семье. С отличием окончил Институт восточных языков, а также вечернее отделение юридического факультета МГУ. В студенческие годы возглавлял бюро комсомола. Был слушателем Университета марксизма-ленинизма, но в КПСС по политическим соображениям не вступил. В 90-м году возглавил Либерально-демократическую партию России. Трижды выставлял свою кандидатуру на президентских выборах. От участия в выборах 2004 года отказался. В Государственной Думе с 1993 года. Доктор философских наук. Заслуженный юрист России. Автор множества книг и публикаций в прессе. Владеет несколькими иностранными языками. Любит книги философского характера и политические мемуары. Увлекается охотой и спортивной стрельбой. Играет в волейбол. Женат. Имеет сына и внуков-близнецов. На пост председателя Третьей Государственной Думы Михаил Владимирович Родзянко был избран от левых партий. На одном из заседаний он лишил слова ультраправого депутата Николая Маркова, который, не выбирая выражений, клеймил Думу. В ответ Марков назвал его болваном и мерзавцем, за что был вызван на дуэль. Но так как в свое время он уже отказывался стреляться, то его сочли неспособным к дуэли. И вопрос отпал сам собой. В результате Марков, мечтавший свалить Родзянко, оказал ему неоценимую услугу. Тот был переизбран подавляющим большинством голосов. Во второй схватке в борьбу вступают секунданты. Они могут оказать серьезную поддержку дуэлянтов. Поддержите и вы своими звонками. Вторая схватка. Вопрос с стороны господина Исаева. Кто желает? Владимир Мединский, фракция «Единая Россия». Господин Жириновский, у меня справочка. Из открытых источников ничего секретного. Накануне прошлых выборов в Государственную Думу, которую вы проиграли, так же как и эти, в вашей личной собственности находилось 250 личных автомобилей, из них примерно 100 иномарок представительского класса. В собственности вашего сына 36 квартир в Москве. За истекшие несколько лет 30 официально зарегистренных помощников депутатов ЛДПР были убиты на криминальной основе. 11 депутатов ЛДПР прошлого созыва, против них были возбуждены уголовные дела по обвинению в различных преступлениях. Неужели после всего этого вы верите в то, что бедная Россия доверит вам ей руководить, доверит вам правительство? Отвечаю. Справка полностью фальшивая. Ну, слава богу, я уж волновался. Я уж думал, вдруг скажете, да, граждане, простите меня, виновен я, вот все мое. В лишний раз нас с вами это должно насторожить. Они еще не у власти. Как у власти? Но у них те же методы. А кто ж тогда у власти? Вы не у власти, не заблуждайтесь. Президент не ваш. Он не говорил, что он стоит вашей парке. Но и не ваш. Премьер-министр не ваш. Вам привели, как Калигула своего коня приводил в Сенат, и он вместо него там голосовал. Премьер-министра. И нам объявляли, что президент с вами консультировался дважды. Дважды? Вы не знали имя будущего премьер-министра? Не знали. Знали? А вы откуда знаете? Вы что, уже записываете в понедельник? Только в понедельник вы узнали это имя. А квартиры? Кравки говорят. Квартиры? Это же разбиралось. Партийные штабы по всей стране. Партийные штабы по правде. Зарегистрировали отличную собственность. На мое имя нет ничего. Только у вас снова процента по жили. Все на сына. А, партийные штабы? Все на сына. Нет. И на его имя нет. А на чье? Эти данные взяты из налоговой декларации вашей и вашего сына накануне прошлых выборов. Она была опубликована. Вот именно. И там этого не было. А по поводу убитых, вот вы в этом ядоваты. Вы партии убийц. Вы уничтожаете наш народ 10 лет. Вы и убили их. Я поэтому вас в этом обвиняю. Да. И в землю закопали и надпись написали. Убили. И каждый день в стране расстреливают 150 человек. Во-первых, во-первых, мы же вас не обвиняем. Вы слепок общества. По вашей статистике каждый четвертый сидел. Так что я не удивляюсь, сколько у вас человек во фракции. А я не сидел. Так что я не слеп. Это раз. Я не слеп. Во-вторых, отличная у вас машина Хаммер. 250 тысяч. Все депутаты восторгаются у входа в Государственную Думу. Нету такой машины у меня. У меня нету. Понятно. И на мое имя. Нет ни одной машины вообще. У нас всегда так. Ни одной. Тети, дяди, бабушки, племянники, знакомые, родственники. Не надо. Не надо. Если бы у них была эта возможность, они бы уже эту справку дали. Символ какой в Единой России? Медведь. Самое тупое животное в Тайге. Вот символ Единой России. Самое тупое. И подсунул их береза. Березовский подсунул, чтобы опозорить их. Да, пожалуйста. Депутат Островский, фракция ЛДПР. Отрадно видеть, что от вашей партии, господин Исаев, пришли не только вы, а также товарищ Хинштейн. На протяжении 10 лет Александр Хинштейн, как талантливый журналист, писал материалы, фигурантами которых были министры, в том числе и кандидат на должность премьер-министра господин Фродков, был фигурантом нескольких уголовных дел, которые таинственным образом рассыпались в прокуратуре. Вот у меня вопрос. Вы поддерживаете что и кого? Фигурантов уголовных дел? У меня Фродков, Фродков, это честный человек. Против него нету на сегодняшний день ни одного уголовного дела. Ему не предъявлено ни одного обвинения. Против него не предъявлено ни одного обвинения. Что касается домыслов и грязи, то оно было, есть и будет. Вы становитесь оппозиционными. Вы начинаете так жестко выступать каждый раз, когда возникает вопрос политического торга. Когда можно выторговать места или что-либо другое. Но потом спокойно голосуйте. Вы голосовали за все бюджеты этого правительства. Какая вы оппозиция, если вы за бюджеты голосовали? Если Дума не принимает бюджет, то в стране прекращаются выплаты зарплат бюджетникам. Все. Не утвержден бюджет. Вы хотите этого? Нет, мы этого не хотим. Как же можно выплатить зарплату без утвержденного бюджета? Вы можете мне назвать, как может семья жить, если отец не приносит зарплату в дом? Правильно. Мы же должны... Так вот я вам говорю. Поэтому это не проблема. Это не политическая проблема. Где-нибудь в мире оппозиционные партии голосуют за бюджет. Обязательно. Где-нибудь в мире? Обязательно. Да никогда. Обязательно. Везде в мире партия приходит для поддержки голосов. Вы с вами много лет знакомы? Да, много. Сколько примерно? Лет 10. Напомню, говорит Александр Кенштейн. Да, я прошу прощения. Он работал в МК, которая всегда грязью поливала всю страну, в том числе ЛДПР. Вот вчера, в среду, вы говорили о том, что фракции ЛДПР поддержат киненатуру Фродкова на пост премьер-министра. Правда? Нет. Вот видите, что вы делаете? Не говорили. Не только вы 10 лет лжете, я не беру 17 год. Вчера мы ни одному каналу не сказали, что мы поддержим, а вечером все ваши каналы продажные, пропрезидентские, передали, что мы поддержим киненатуру Фродкова. Видите, что делают? Вот что вы делаете. Он же был у нас на собрании. И мы не говорили, что его поддержат. А что у вас, что фракция примет решение в четверг вечером или в пятницу? А какое решение вы примете? А каналы, каналы передали. А решение какое вы примете? Я вам говорю, что мы не приняли решение. Вот так вы ржете каждый день, каждый час. Итак, согласно закону о средствах массовой информации, если средство массовой информации распространило заветомо ложную информацию, вы должны обратиться в суд о защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Где заявление в суд-то? Вот я только что из Верховного Суда России. Не вылезаем уже 10 лет. Выпустили что ли уже? Пытаемся добиться судебной защиты. Но и суды в ваших руках. Все подкупные. Все по телефону выносят решение в вашу пользу. И чтобы мы не бились туда, как бы не обращались, бесполезно. Вот в чем дело. Мы ЛДПР купили? Нет. Значит, не все равно мы купили. Если бы купили, я бы отдыхал. Значит, не все равно купили. Я стою с вами в борьбе. Какой мне смысл вам здесь сердце и души-то рвать? Если бы меня купили, я бы отдыхал. За кого вы будете голосовать? За Единую Россию не будем голосовать. Не-не-не. Они не выдвигаются. Кандидат премьера. Вы за Фрадкова голосовать будете? Мы примем решение, когда получим ответ от кандидата на пост председателя правительства. Какой ответ? Мы просили, чтобы наши люди участвовали в работе правительства, чтобы доказать таким... И тогда вы проголосуете? Подождите. Чтобы, как Исаев, сказать им, что наши работают лучше. Вы только что называли Фрадкова, ваши депутаты, преступником. И вы готовы за него проголосовать? Как за премьер-министра? Я вам не сказал. Если вам дадут посты в правительстве? Это ваша принципиальная позиция. Нам не Фрадков нужен. Она была всегда такая позиция у вас. Нам не Фрадков нужен. Его завтра, послезавтра президент опять выкинет. И вы... Вот вы, Единая Россия, вы как у человека желудок. Путин думает и кушает. А вы перевариваетесь, прямые кишки отходы вываливаете. Вот что вы, Единая Россия. Понимаете? Вопросы, пожалуйста. Депутат Иванов, фракция ЛДПР. Как рождаются слухи о квартирах, автомобилях и прочем? Возьмите политический журнал, там предпоследний, по-моему, номер. Там написали, что я единственный из депутатов, владею хамером. Когда редактору позвонил и объяснил, что модель моего хамера у вас 2206, он сказал, ну все-таки значит у вас есть хамер. Вот так и получается. А вопрос мой в следующем. Я думаю, что и представители противной стороны, и все присутствующие в зале... Простите, противные в том плане, что страшно неприятные? Ну, не хочется называть то, что на русском языке вешать. Когда вы приходите на рынок, и вам предлагают, рекламируют какую-нибудь там красивую кофточку, а потом пользуются тем, что когда вы в косыльке достаете деньги и считаете, подсовывают какое-то тряпье, все считают это мошенничество. Так чем отличается, простите, позиция Единой России, которая совершила политическое мошенничество, засунув в списки, по-моему, 20-70, если не изменять память, губернаторов, которые потом взяли, благополучно написали заявление о выходе. И когда вы говорите, что великие люди типа Лужкова находятся в Думе, извините, в какой? Вопрос понятен. Типа Лужкова находится в нашей партии. Любая политическая партия. Я вам просто объясню, я объясню вам, я сейчас вам объясню. Да мне надо объяснить, вы будете прокурору объяснять. Да нет, вы мне задан вопрос, и я объясню. Через пять лет вместе с вашим руководством. Нет, сейчас, ответ. Владимир Вольфович, я ликвидирую, но перед этим, я ликвидирую вашу политическую безграмотность. Я расскажу вам, что любая политическая партия, которая участвует в выборах, ставит себе членов своей партии, которые олицетворяют эту партию. Известные, порядочные, всей стране известные люди, были в нашей партии для того, чтобы поддержать ее морально, для того, чтобы дать ей возможность победить. И остались дома. И остались дома. И проголосовало большинство. Нет. Ну что такое большинство? Борис Грызлов оставил министерский пост и перешел на работу в Государственную Думу. Владимир Васильев, замминистра внутренних дел, оставил свой пост и перешел на работу в Государственную Думу. Александр Розенбаум, вы говорили про певцовку. Да. Перешел, работает в Государственную Думу. Извините, Александр, откуда перешел? Он. Хороший вопрос. Из отдела ЧК в Питере. Он из отдела ЧК в Питере по контролю за артистами не считает. Он сократил свое выступление в качестве эстрадного артиста и работает в Государственной Думе. Вот это вам народ не простит. Теперь будет петь в Думе. Вот это вам народ не простит. Может быть. Мы власть, а не власть. Депутат Туринович, фракция ЛДПР. Теперь небольшая вот ремарка относительно нашего оппонента. Он тут привел, я считаю, неудачный пример относительно Урфинджуса и деревянных солдатиков. Но я считаю, здесь нарушаются все законы аристотелевской формальной логики, что кто получается деревянными солдатиками, вы или мы. Вы сами себе противоречили, противоречите, сказали, что увидели Фродкова только на заседании фракции и сразу же поверил своим товарищам. Почему вы боитесь и народ это бы поддержал назначить Владимира Вольфовича, а не Фродкова, премьер-министром? Когда мы вели консультации с президентом, у нас поехал президиум фракции. Если завтра вдруг сложится такая ситуация, что консультации будут вести с ЛДПР, вызовут одного Владимира Вольфовича и до вас доведут. Вот позиция, отличающая деревянных солдат от недеревянных. Деревянных от пластмассовых? От оловянных. Остались стеклянные. От людей, которые стоят на определенных позициях. Владимир Вольфович Жириновский, это, на мой взгляд, еще раз повторю, очень талантливый артист. Но талантливый артист недостаточно для того, чтобы быть премьер-министром страны. Владимир Вольфович никогда не управлял даже одной самой маленькой конторой. Он просто не умеет управлять огромным, большим государственным организационным механизмом. В этом беда. Что же таково? Более того, я могу сказать, что... Более того... Он ничего этого не понимает. Более того... Объявляется перерыв. Миллионы людей голосуют за льдами. И менее того, это был второй раунд. Спасибо большое. В третьем продолжу. Задача у меня эта... Эта травма. Да. Сначала мне казалось, что перевес, очевидно, был на стороне Исаева. Потом несколько вопросов. Ну, для меня непонятно. Паша, мне кажется, что рассматривать это серьезно никак невозможно. Это только, может быть, рассмотреть как комедию. А если рассматриваем как комедию, то тогда кому Пальма Пяновского, тогда Зариновский. Ну, давай по этому раунду будем писать, что Зариновский. Немножко, мне кажется, группа поддержки подвела Исаева, да, вот в самом начале. Потому что они когда начали говорить какую-то вот эту чернуху опять полнейшую, да, какие-то справочки, бумажки, это прям какая-то катастрофа. И он сразу сам как-то весь вот просил от этого, да, нет? Я с вами согласен, что когда кто-то использует черный компромат и старается опустить противника. Да, это сразу уже... Причем лично. Сколько машин, сколько денег и так далее. Да, да, да. Это невероятно слабый ход. Абсолютно точно. В результате мы можем с вами, по-моему, сказать, что даже защищающийся Жириновский ни разу резко не перешел на личность другого. Как ни парадоксально для него держал себя в рамках. И я могу сказать, что в этой ситуации я бы отдал предпочтение за афористичность, опять же, Жириновскому. И думаю, что он опережает в этой парке. Напоминаю, что победителем будет признан тот участник дуэли, за которого проголосуют больше телезрителей. Звоните. Номера телефонов на экране. Компания МТУ Информ. Соединяем с успехом. В третьей завершающей схватке гулянтам предстоит отвечать на вопросы Владимира Соловьева. Андрей Константинович, скажите мне, пожалуйста, Владимир Вольфович вам задал вопрос, цитируя классиков. Если, как известно, Каллигу привел в сенат коня и заставил себя проголосовать, и он стал сенатором, кого вам надо было провести, чтобы Единая Россия подсоков не сказал? А ведь действительно, гениальное решение. Как мы сами не догадались. Во-первых, наш президент не Каллигула. Мы уверены в том, что коня он в сенат не приведет. Мы поддерживаем политику, которую проводит президент. У нас с ним стратегическое партнерство, поэтому кандидатура, которой мы предложены, мы очень серьезно к ней отнеслись, очень серьезно ее обсуждали, обсуждал президиум нашей фракции, и принял решение ее поддержать. Я могу сразу сказать, что мы не поддержали бы кандидатуру Жириновского, и мы не поддержали бы кандидатуру Зюганова. Да, но это значит, что, извините, Андрей Константинович, все заявления Единой России, что мы президентская партия, что мы будем формировать, наконец-то, правительство партийного большинства, оказались фуком. Вам бросили маленькую кодочку, когда сказали, я так и быть, возьму Александра Жукова, с которым я 20 лет знаком, и вы тут ни при чем, и не надо нам придумывать о продажности ЛДПР, что они просят пять мест, потому что вы, на самом деле, тоже торгуетесь. Жуков плюс еще сколько-то мест. Но это не партийное большинство. На сегодняшний день в России президентская республика. Мы только движемся по направлению к тому, чтобы формировалось правительство, опирающееся на парламентское большинство. Конституция этого не предусматривает. И президент действительно провел консультации с парламентским большинством, прежде чем он определил кандидатуру премьер-министра. Эта фамилия звучала там? Эта фамилия там звучала. Во время второго тура консультации. Да это правда, в самом конце. И я вам представляю нашего нового кандидата премьер-министра. Вы знаете, эта фамилия на консультациях прозвучала. Эта фамилия на консультациях прозвучала. Она была поддержана президиумом «Единой России». Президиум «Единой России» начал консультации с новым премьер-министром. Мы будем обсуждать и структуру правительства, и его состав, и программу действий правительства на ближайшее время. Более того, я могу сказать, я удивлен тому, что этого не делал, допустим, Владимир Вольфович. По очень простой причине. На самом деле, все правительства, все правительства, которые существовали до сих пор в нашей стране, это были правительства парламентского большинства. Это большинство набирали за счет НДР, ЛДПР и других голосовавших государств. Андрей Константинович, вы противоречите сами себе. У нас президентская республика под угрозой распуска парламента не распродавливали любых премьеров, которые считали нужным. А что же так бояться распуска парламента? Вам нечего, как анархосиндикалисты, может вернуться к переговору. Так, а теперь, Владимир Вольфович, скажите мне, пожалуйста, вам Путин не нравится? Вся власть не нравится. Не-не, вот президент Путин, нравится или нет? Как может не нравиться президент, если бардак в стране? Люди погибают, люди не могут жить при такой власти. Ясно. Как это может нравиться? Стоп, это понятно. 150 человек в день погибают. Почему же вы предали своих избирателей и не пошли на выборы президента? Я трижды ходил и ни разу больше 10% народ мне не давал. Ну не любят вас нравиться, чем на 10%? Нет, 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 фальсификация выборов была. А, каждый раз. Все три раза была фальсификация выборов. А на самом деле вы предъявляете? Сейчас, сейчас я хочу, пусть они, вот эти 4 года, у них большинство фиктивное, но пускай, а большинство в Думе. Сейчас их правительство, половина будут жулики, пусть это их правительство. Это их президент. И вот я буду смеяться над ними в декабре 7-го года, когда весь народ, как в Грузии, сметет вас всех. Понятно. Потому что люди устали. Чего же я сейчас пойду, получу 5% и для чего? Ну много, 5% много. 4 даже, 3, 2. Зачем мне это нужно, издевайся, когда я могу других ребят пропустить через этот страшный бой? Каких? Телировка. Вы считаете, что Малышкин может быть президентом? Из 7 кандидатов единственный никогда не был в КПСС. Все 6 были в КПСС. Только он не был. Единственный чисто русский. Единственный шахтер в подсме. Чисто русский вы имеете в виду, что его помыли? Нет. То, что он действительно из народа. То есть генотип проверили. Да. Взяли кровь на анализ. Да, да, да. Русский. Вот вам такие не нравятся. Тот факт, что вы вступаете в сговор с этой самой нехорошей партией, с этой властью, обозначает ли, что даже вы ни за что не верите, что человек с земли, чисто русский мужик, имеет хотя бы малейший шанс избраться? Вот в том-то и дело. Невозможно верить. Понял. Потому что они захватили власть незаконно. И они никогда не отдадут. Почему же вы не поддержите обращение записных демократов, которые говорят, снимите все свои кандидатуры, давайте покажем, что это безальтернативные выборы. Почему же говорите, нет, мы не та оппозиция, мы конструктивная, мы не будем ставить под ножку, мы будем торговаться. Нет, не торговаться. Но если такая система в стране, то мы должны работать в этих условиях. И проголосуйте за Фродкову, как скажут. Нет, мы вам этого не сказали. Нет, пока не принято решение. Пока нет. Андрей Константинович, вы упрекнули партию Владимира Вольфовича, что у него только два известных человека в партии. Он и Владимир... Да, он и Владимир Вольфович Жиринов. Да, да. Он и Алексей Митрофанов. Теперь, конечно, к этому можно добавить еще... Малышкин. Да. Александр. Олег Александрович Малышкин. Хорошо, что хоть вы вспомнили. Вот. Олег Александрович Малышкин. Так у меня 7 миллионов избирателей. Да, конечно, разве запомнись какого-то Малышкина? Зачем запоминать? Запоминать не надо. В процентном отношении количество известных людей в ЛДПР больше, чем количество известных людей в Единой России. Потому что на место почти 30 узнаваемых, известных губернаторов пришло 30 людей, о которых даже их жены не знали, что они могут стать депутатами Госдумы. У нас же тройки были по региональным спискам, правильно? Мы отказались от центральной части списка. У нас в центре было только 4 человека. В этих тройках стояли Екатерина Лахова, Владимир Васильев, Александр Карелин, Гуров, стояли Львовь Слизко, Александр Жуков, Георгий Босс. Люди, которые известны стране, известны как политики. Не надо за что говорить. Их большое количество, их большое число. Вы мне ответите другое. Хорошо. Вы привели в Думу кучу неизвестных людей. Мы привели в Думу людей, которых знают избиратели в регионах. У нас большое число людей с огромным опытом работы, которые работали на самых разных должностях, в разных профессиях. И они являются мощным кадровым потенциалом Едино-Россия. Как же за них никто не голосовал, потому что... Как же за них никто не голосовал, когда за них проголосовали? За Лужкова, голосовали за... Да что же, зачем считать? А те ушли и вели в себя. Зачем считать народ идиотами? Люди прекрасно понимают. Нет. Люди знали, никогда Лужков не говорил, что он уйдет с поста мэра Москвы. Люди знали, что в списках, кроме Лужкова, есть другие люди. Они знали, что они голосовали за идею, за партию Единая Россия. За партию, которая поддерживает курс президента. А какая идея? Отвечаю. Мы выступаем за построение сильной, независимой, демократической России с рыночной, социально ориентированной экономикой. Так почему же вы не член СПС? Потому что это наша программа, а не программа своих заправых сил. Вот это звучало, звучало от СПС, звучало от Ярлка, звучало... Нет, не ноточка. Мы патриоты. Мы сторонники сильного государства, в отличие от Явлинского. Мы понимаем, что... Это уже Рогодин с его родиной. Центризм соединяет в себе лучшие идеи, которые существуют в политике. Вот Владимир Владимирович Путин, выступая, сказал, я сейчас вам назову премьер-министра, и вы все поймете. То есть он кто? Он либерал или он не либерал? Он пойдет в сторону Гайдара, в сторону Касьянова или он второй Греб? Он центрист. Он будет работать на то, чтобы построить рыночную экономику, бесспорно. Но делать он это будет не варварскими методами, не методами шоковой терапии. Вроде Касьянов тоже никакой шоковой терапии не делал. Касьянов не делал. Касьянов не делал никакой шоковой терапии. И я могу обратить ваше внимание на то, что президент не сказал, что Касьянов это враг народа. Президент сказал, что правительство Касьянова с теми задачами, которые стояли, и которые он реализовывал, справилось плохо. Удовлетворительно. Русское слово удовлетворение что означает? Значит хорошо, удовлетворяет. Я удовлетворен, что означает? Я доволен. Если вы будете продолжать проводить этот же курс, то наша страна будет погибать. Виновные это правительство Фродково и все Единой России, я их расстреляю. Всех! В 2007 году, в 2011 году, потому что они ничего хорошего для вас не сделают. Бодливой коровью бог рогов не дал. Последний вопрос. К вам отношение такое же, как к КПСС. Люди плюются, когда видят слово Единой России. Всю страну отплеили. Голосуйте за Единой России. Вся страна. За нас! А я видел всю эту кепку в околочке ЛДПР. За нас! Чуть-чуть! А за кого? За кого фракция ЛДПР сразу проголосовала за премьер-министра? За кого? В первую очередь, представитель ЛДПР. В моем лице. В моем лице. Я сказал, в моем лице. На втором месте это можно было проголосовать даже за Зюганова. Даже. Выбирая между ими, большевиками, они уже поняли свои ошибки. И вами. То есть премьер-министр. Уж лучше он. Чем проткнул. То есть либо Жириновский, либо Зюганов. Да. Так хочет народ. Так хочет народ. Почему же он голосовал против вас? Почему же КПРР рухнуло на голосование? Почему же вы все вместе остались в Министерстве? И у нас большинство, а у вас ничего не было. А как же тогда? И где же ваше большинство в Думе? Я заметил, что вы все плохо считаете. А что же у вас такие депутаты, которых можно перекупить и позвать силу? У вас продажные депутаты. Наших нет. Это все одномандатники. Одномандатники. Они не шли к вами по-доброму согласию. Вы их вызывали. И не скрываясь здесь оставить. Кого в частности, молодой? Всех. И заставляли писать заявление в нашу операцию. Фамилии назовите кого? Все. Кого все? 309 у вас. Вот у вас есть депутаты Госдумы, каждый из которых вам предан. Народ вас презирает. Это хорошо. Презирает ваш народ. Владимир Владимирович, вот сидят депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР. Вы у них, или кто-то из ваших, у них собрал карточки для голосования? Нет. Карточки стоят, каждый голосует. То есть, каждую карточку стоят. Но хранятся в сейфе, чтобы ничего не потерялось. То есть, они не способны даже карточку сохранить? Ну хорошо, человек заболел, осталась карточка дома, чтобы бежать к нему, карточки у нас аппарат. А зачем? Если он заболел, он не может голосовать. Зачем же ему голосовать? Что? Фракция решает, как голосовать. И мне достаточно одному сидеть там. Мы приняли решение, как голосовать, и все. То есть, если я правильно понял, как нам голосовать, мы сами решим. Все ваши, все карточки стоят на места. Все ваши, ставленники, не нужны. А вот ваши депутаты сидят, они все карточки сдали? Ну, у нас депутат, большая часть депутатов свои карточки отдали во фракцию. А меньшая часть это кто? Это Горозлов? Есть депутаты, которые берут свои карточки с собой, большинство отдает. Я вам скажу, как у нас принимается решение голосования. Мы собираемся по группам внутрифракционных, обсуждаем предлагаемые законы. Депутаты после обсуждения принимают решение о голосовании. Ряд депутатов, предположим, не согласных с позицией фракции, говорит, что будет голосовать по-другому. Эта позиция принимается к сведению, либо... И они не получают премиальных? Либо. Нет, никаких премиальных не получают ни те, кто правильно голосует, ни те, кто неправильно. Бедные, так на 15 тысяч рублей и живете? И они, и они, и они, все, что положено депутатам Государственной Думы, мы получаем независимо от того, как мы нажимаем на кнопки, за или против. Какой тогда смысл голосовать? Что за кандидатов от ЛДПР? Что за кандидатов от Единой России? Когда, придя в Думу, они все равно голосуют так, как им скажет партийный хлыст. Я, как лидер политической партии, и я отвечаю за все. И вы не имеете права вмешиваться во внутриполитическую жизнь. Мы сами решили... Граждане, мы отдельно их политическая жизнь отдельно. Естественно. Как и мы, не вмешиваемся в деятельность вашего канала. Ваш канал отошел в избирательной кампании. Так вот, отстаньте тогда от их правительства и от их премьер-министра. Они кого хотят, а он означает. А что вы? Это их внутрипартийное дело. Правда, так мы говорим. Поэтому тихо. От нас ничего не зависит, мы консолидировано уходим. Нет. Мы сидим. Мы будем торговаться. Не торговаться будем, критиковать их будем. Для этого я позицию. Пускай критикуют. Каждый день. Пускай критикуют. Это лучшее, что они были. Спасибо вам, люди добрые, просветили про карточки. Осталось выслушать судей и узнать, за кого проголосовал народ. До конца программы остались считанные минуты. Но у вас еще есть возможность повлиять на конечный результат. Продолжайте голосовать. Я удовлетворен встречей с Исаевым, поскольку он разоблачил эту новую партию. Это бледная КПСС. Но у КПСС была сильная армия, экономика КГБ, а у этой партии нет ничего. И в случае грузинского варианта развития событий, ОМОН, армия, все с народом сметут эту партию. В 2007 году. Не позже. Я удовлетворен этой встрече с Жириновским, поскольку мы увидели столкновение двух позиций. С одной стороны, буфонада, расстрелы, революции, миллионы, кладбище. С другой стороны, серьезная политика. Сегодня мы понимаем, что клоунада уходит в прошлое, начинается серьезная политика, начинается большая серьезная работа по возрождению страны. Один рыцарь, объявляя себя страстным почитателем Вергилия, провозглашал его первым поэтом всех веков и народов. А кто не согласен был с его мнением, того он вызывал на смертный бой. От желающих не было отбоя. Кто-то предпочитал Гомера, кто-то Овидия или Горация. Поединок сменялся поединком, погибли семь рыцарей. Наконец, явился восьмой, объявивший, что первый поэт Тибул. Они сразились, и поклонник Вергилия был поражен смертельным ударом. Перед кончиной он признался, что никогда не читал Вергилия. Наступил завершающий этап нашей дуэли. Сейчас судьи огласят свое решение, а мы подведем итоги голосования телезрителей. Прошу судей огласить ваш вердикт. Господин Осмолов. По искусству удерживать внимание, по энергетике, с моей точки зрения, более ярко выступал известный лидер, харизматический Владимир Жириновский. Спасибо. Госпожа Учинова. Вы знаете, я первый раз вижу Владимира Вольфовича как бы живым. Я никогда не знала, что он получает такое огромное удовольствие от своего места в искусстве. Что он так забавляется с нами, когда он что-либо говорит. Исаев устоял в центре ядерного взрыва. По-моему, это первый человек, кому это удалось. Поэтому я считаю, что Исаев победил. Спасибо. Господа Макашева. Несмотря на то, что мне показался Исаев слабым в последнем раунде, но у меня будет протестный такой голос против того, что Владимир Вольфович русский болеет за народ и Малышкин президент. Поэтому я голосую за Исаева. И господин Каплевич. Я уже не первый раз служу Жириновского. Я хочу сказать, что он, конечно, харизматичен, конечно, он сексуален, конечно, он будет иметь аудиторию. Но я за Исаева в данном случае как за дебютанта. И я его приветствую на этом поприще. Хочу еще раз напомнить, что победители определяют наши телезрители. И они уже сделали свой выбор. АПЛОДИСМЕНТЫ По результатам голосования телезрителей победил Владимир Жириновский. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ